Лев Лещенко и Алла Абдалова были не только одной из самых популярных творческих пар в 70-х, но и супругами. После того, как они развелись, певица стала задворницей, которая только и жила воспоминаниями о когда-то яркой карьере и огромной любви. На пике своей популярности она осознанно ушла со сцены, окунулась в жалость к себе и начала топить свое горе в алкоголе. Как сложилась ее судьба, как она выглядит и живет сейчас – об этом наше видео. Лев Лещенко уже более 40 лет находится в браке с Ириной Богудиной. В отличие от него, Алла так и не смогла найти силы, чтобы начать жить заново. Она до сих пор на него в обиде, а ведь когда-то любила больше всего на свете. Женщина сейчас одна, замуж так и не вышла, детей у нее нет. Именно алкоголь стал настоящим утешением для нее. О прошлой популярности напоминают только архивные песни «Снегопад», «Главное, ребята, сердцем не стареть» и, конечно же, любимый всеми «Старый клен». Во время обучения в институте Аллу добивались почти все парни. Она была первой красавицей. Когда состоялось знакомство со Львом Альбина, а это было ее настоящее имя, уже состоялась как певица. Она исполнила шлягеры «Московские окна» и «Черный кот». Лещенко долго за ней ухлестывал. Однажды пригласил на вечеринку, а оказалось, что это ужин на двоих со свечами. Он ее обворожил и окружил заботой. Так и закрутился этот роман, который впоследствии разрушил всю жизнь. Жили молодые вместе с его родителями, но это никого не волновало. Они почти целыми днями были на работе. Карьера у обоих шла семимильными шагами. Оба поступили на работу в театр оперетты. Алла говорит, что именно она помогла Лещенко взобраться на Олимп славы. Всегда поддерживала и продвигала мужа. Именно Алла попросила Давида Тухманова, который придумал песню «День Победы», чтобы ее исполнил Лев. При этом мужу песня совсем не понравилась. Лещенко планировал от нее отказаться. Но женщина просила и умоляла. Говорила, что это шанс, и он согласился. Именно после исполнения «Дня Победы» мужчина проснулся знаменитым. В то время певице казалось, что счастье будет длиться вечно. Они переехали в Чертаново в свои большие двухкомнатные апартаменты. В доме было изобилие и достаток. Но вскоре семейная лодка разбилась о быт. Борьба двух творческих личностей и их амбиций была неизбежна. В этот период женщина сделала аж четыре аборта. Супруг был не против. Даже поддерживал ее в этом решении, ведь нужно было делать карьеру, а детях думать было рано. Цитата. «Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше?» Я его спросила. «Ты меня любишь?» «Если да, то я рожу». Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке. В другой раз опять залетела, снова спрашивая его, что делать. А ему не до этого. Он из Японии приехал, у него впечатление. Пробормотал что-то вроде «поступай как хочешь», рассказывала со слезами Алла. Конечно, спустя годы она поймет, что сделала огромную ошибку. Эта глупость стоила ей счастья быть мамой. Цитата. «Я мужу и рассказывать не стала, что у нас родился бы сын. Потом уже ходила на аборт и не советуясь. Однажды мне врач после операции сказал Алла, у тебя могли быть два отличных мальчика, близнецы». Именно после гастролей Лещенко в Японии они серьезно поссорились. Мужчина собрал вещи и ушел. После этого было примирение, но скандалы все равно возвращались и с каждым разом были все серьезнее. Лещенко говорит, что жена ревновала к его успехам в карьере. А дальше состоялось знакомство Льва с Ириной. Познакомились они в Сочи и вскоре мужчина сообщил жене о разводе. Прощать измену Алла не хотела, но и выяснять отношения не было сил. Лещенко оставил ей машину и квартиру, предлагал помочь деньгами, но Абдалова не хотела ни видеть его, ни брать от него денег. За ней ухаживали мужчины, но она всем отказывала. Ей было всего 35 лет, когда она замкнулась на своем горе. Сцены больше не было в жизни, как и друзей и любимого мужчины. Несмотря на все горе, что Лев ей причинил, она говорит, что до сих пор его любит и желает ему только счастья. А вы знали, что у Льва Лещенко была первая жена? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!